Дарро бандиты. Это гем. Чё, запишем зал героев. Чё просили? Просили показать... Кто-то просил показать деф гвшный. Я постоянно его меняю, то есть там, типа перна уходит направо, там типа термос уходит налево там, и всякие такие разные вариации, я пробую. Ну всё примерно получается в того. Вот тут сколько тут проигрыш, выигрыши идут, короче. Где-то победы, где-то ещё поражения. Где-то тут прям подряд несколько поражений, потом вначале там, вначале тоже говно. Но беспонтовый результат на этой неделе ничего хорошего. не очень хороший результат, но в принципе там всё сводится к тому, что смотря что ты контришь, допустим. Второй пак, если я контрю копера, он убивается чем-то медленным, типа тессариона, там первый пак, если, блядь, если я контрю типа пачку с термосом, то меня убивают, блядь, какой-то хуйню, типа Лешенов, или там что-то типа того. Так, начнём. Показал героев, запущу. Я думаю, восьмой будет авто, в принципе. Так, мне точно нужен веромас для вот этого всего. И, наверное, пожалуй, домункул будет. Потому что пират всё-таки витряной. И бьёт он очень больно. Думаю, восьмой будет автобой. А уже этажи выше восьмого мы посмотрим, будет ли там автобой или будет что-то сложное. Ну, короче, всё сводится к тому, что если я ставлю пак с перной, то типа он просто легко убивается за аэросом, да. Если я... Ну, типа за аэрос Тиана, само собой, просто за аэросом. Он не особо убивается. Хотя, может, убивается, не знаю, там, тонкости. Типа, если я там ставлю пак тео перна, да, то он три водой легко убивается, короче. Ну, а три воды — это дело такое. Как бы, блядь. Ну, в общем, как бы, чё бы ты ни ставил, всё равно есть чем пробить, там. Пакс просто с термосом, архом, там, с русалкой, он, допустим, наверное, копирится. Или просто через часу он медленно, наверное, убивается. Тоже, как бы, несложно. Не знаю, там, кто чем бьёт, там, просто у людей такие разные вариации атаки, там, например, вот у кого есть арх огня, да, блядь, ну, я ничего не сделаю, просто если меня тачит человек с архом огня. То есть у меня нет стриппера нормального, кроме светлого меча, который в ГВ далеко не фонтан. То есть и... Чего бы я ни поставил, там всё равно фигня получается. То есть, ну, как бы, DEV работает на проках, то есть против тех людей, у кого не универсальный, да, аккаунт, где там нету ответа на всё подряд. Ну, и плюс даже, когда ты идёшь каким-то не спидпаком, да, то есть это, если это Нити, а на Зайрос, которые за один ход всё решают, то есть то там решается уже, как бы, будут ли у меня проки, не будут. То есть даже если ты придёшь 3 водой против Перны, она может сделать 4 прока, и всё равно кого-то убьёт. То есть, как бы, тут дело такое, и это происходит зачастую, то есть это нередко происходит, это часто происходит. Мне уже много людей жаловалось по поводу того, что, типа, у тебя Перна там 70 с чем-то там крита, там 75, по-моему, там что-то или что-то такое. Ну, мало, короче. Мне она, типа, по воде по 3-4 раза критует, типа, пиздец, короче. Нарха там, типа, ничего не вешается, короче. Так, ну, восьмой зал очень легко прошёлся. Предыдущий я не вижу смысла записывать банально, потому что, ну, они прям совсем лёгкие, прям совсем. Десятый, сейчас попробую я объяснить, что происходит в Зале Героев, почему такая подборка Героев. То есть здесь обязателен Веромос, конкретно в этом Зале Героев. То есть мне очень сильно понравился Веромос, потому что первая волна, монстры вешают раскол, да. То есть и если Веромос ходит, он его снимает, это как бы ништяк на второй ход. То есть не будет такого, что ты один удар пережил, и на тебе останется раскол, они тебя добьют. То есть Веромос его снимает. Вторая волна здесь бомберы. Плюс Веромос, он станет. Ну, это как бы логично, это любой человек знает, что Веромос станет. И ни для кого это как бы не секрет. То есть поэтому он просто хорош, даже потому что он станет. А здесь ещё такая ситуация, что он снимает вот раскол, бомбы. И важно, там третья или четвёртая волна, там идут светлые пираты. И вот Веромос как раз эту волну танкует. И как бы всё получается классно. То есть Архангел страхует Ресом. То есть я читал в чате то, что какая-то девушка проходила, пыталась пройти пятый или шестой этаж. Типа Веромос, Боретта. Ну, как в башню, короче, получается. Вот эту волну, вот, не пираты света, а вот эти вот анусы света. Их танчит Веромос, вот точно, точно. Вот, я перепутал их с пиратами света. Она, в общем, девушка пыталась пройти таким, типа, как в башне паком. Но, как по мне, это неправильно. То есть здесь у мобов не такое количество жизней, как в башне. То есть здесь нет смысла проходить дотами. То есть даже если ты идёшь... А, кстати, пираты света тоже есть. То есть Веромос, Гвей Волны, Танчет. Если даже ты идёшь, как бы, блин, правильно объяснить. Даже если ты идёшь с танпаком, да, то есть у тебя Веромос там какая-то, Вераат, да, там, например, Боретта, что-то подобное. Ну, Боретта здесь не очень хорош. Ну, например, Тайрон, да, Тайрон лучше. Даже если ты идёшь всем вот этим, то выгоднее взять, типа, какого-то ДД очень-очень сильного, типа Теомарса, да. В идеале, конечно, ДД Огня, например. Потому что здесь босс в ветряной, и будет тяжело. То есть он будет Теомарса бить, там, Тавора бить, да. А если, например, у тебя будет ДД Перна, да, ну, это для тех, у кого есть. А для тех, у кого нету Теомарс, например, можно. Или Сигимарус, да. Ну, этот Феникс водяной. Он в зала героев очень хорошо заходит, потому что я сам им пользовался активно раньше, до того, как выбил что-то стоящее. Тем более на ручном управлении это всё намного интереснее. То есть, ну, вам нужно пройти один раз, то есть выёбываться на автобое, смысла нету. Это как бы мне есть, да, смысл. Типа, ну, скажем так, типа авто, и всё, изи. А как бы другим людям, у кого нету уверенности, да, в своих монстрах, и нету крутых рун, нету хорошего выбора монстров, да. Им проще просто ручками взять, пройти там, да, допустим, на авто доскочить до шестого этажа, например, да. И ручками пройти там, седьмой, восьмой, там, девятый, десятый этаж, и всё, без проблем. Чем, как бы, пытаться мучиться, подбирать автопак. Это, как бы, мне есть мысль, да, там, посмотреть, какой зал героев, там, что я могу подобрать. Кстати, нихуя себе на десятом этаже скорость, какая большая у мобов. У них по 200 спид у всех. То есть, я вижу, какая скорость у моих монстров. Я могу сказать, что у этих мудаков две сутки СПД. Минус гомункул, отлично. Похоже, это будет вайп. Очень сильно похоже. А нет, очень, очень жёстко сыграл Ерома с четырем, дал стан. Поэтому, возможно, вайпа не будет. Но вообще жёстко. Десятая сложность, я смотрю. Очень жёсткая. Так. Я не ходил, как бы, сюда, логично, поэтому я понятия не имею, что здесь. Больно бьют. Очень даже больно. Посмотрим. Да нет, в принципе, терпимо. Верно, сейчас всех выхилит, всё будет ништяк. Не, это волна лёгкая. Вот следующие две волны могут быть под вопросом и босс ещё. То есть, первые волны, смотрю, достаточно сложные были, но следующие волны ещё тяжелее будут. Вау, 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 канг-фу, алё, алё, хорэп, рокоть. Мне тут поступило такое предложение, заманчивое. Мне предложил чувак с гильдии апнуть его аккаунт на РТА, сколько смогу. За аккаунт хороший, в принципе, монстры хорошие, руны немножко оставляют желать лучшего. Но аккаунт крутой, в плане монстров очень крутой. За подарочную карту в 30 баксов. В принципе, мне идея понравилась, я согласился, я сегодня отыграл на нём. Без проблем взял с тысячи с чем-то рейтинга до 1300. Буквально в несколько проигрышей. Ну и то как бы я, потому что я понятия не имею, как играть спидпаком. И я не знаю тонкости игры с Тианой, с Бомберами. И какие есть вариации спидпаков на РТА. То есть, я не так много их знаю. И поэтому я достаточно много фейлил именно со спидпаками. Но, то есть, как бы в целом, без проблем вообще идёт рейтинг. Так, круто, даже при том, что руны очень криво расставлены, как по мне, на его аккаунте. Я ему уже написал, что надо как бы немножко по-другому всё переставлять. То есть, медленная перна и медленный вират, это как бы не круто. Несмотря на то, что это крутые монстры, но когда они медленные, от них нахуй нету толка. Чувак сказал, что, типа, я не пользуюсь виратом, поэтому, типа, я быстрее его делать не планирую. Я сказал, окей, как бы, но это ты зря, потому что... Ну, не знаю, монстр крутой, как бы, блядь. Чё выпендриваться? Почему, почему его не сделать? Он даже на ГВ хорош. Я не совсем понял его политику. Но, суть не в этом. Суть в том, что я с ним поговорил. Говорю, можно ли записать на YouTube, как я играю в РТА, с твоего аккаунта. Он сказал, да, типа, всё круто, без проблем, можешь записать. Сейчас на нём ноль крыльев, крылья ресетнутся ночью, и потом ещё днём они ресетнутся. Четыре минуты, но, в принципе, мы убили, несмотря на то, что заход был достаточно плохой. В принципе, клёво. Зал героев пройден. Он, честно скажу, он не сильно тяжёлый. То есть, по сути, вам нужно расконтролить первую-вторую волну, да, чем-то типа Арии, да, плюс Верамоса. Первая-вторая волна, по сути, проходится через контроль. Третья волна, в тупейшую, проходится через одного рез. Второе. То есть, вам нужен рез здесь, чтобы пройти без каких-либо станов. Да, это, ну, типа, ну, не то, что без станов, а, как бы, без лишних загрузок, да, чтобы заново много раз не начинать, вам нужен рез. Потому что всё равно что-то может пойти не так, и в такие моменты вы резаете умершего монстра, подфиливаетесь, всё как бы дальше идёт хорошо. То есть, ну, комбинация должна быть что-то типа Верамос, ваш ДД, да, типа Теамарс, Хва, блядь, Зайрос, блядь, Перна. Ну, что угодно, что, короче, что жёсткое. То есть, в зависимости от того, какой у вас ДД, дальше будет, как бы, варьироваться дальше пак. То есть, если бы я бы шёл, да, вот, то есть, ну, каким-то старым, да, аккаунтом, например, без Перны, да, без Элладриэля, да, например, там, без Таора, да, к примеру. Я бы шёл в Верамос, Теамарс, у меня Часун тогда не было, но я бы шёл с Часун, если бы у меня была Часун, Бриант, и вот последний монстр, я не знаю, я бы тестил что-то. Возможно, это был бы мяч воды, да, возможно, это был бы мяч света, например. Возможно, это был бы ещё один ДД, то есть, как бы, ну, в зависимости от возможности твоего аккаунта, что ты можешь себе позволить. То есть, тебе нужен разгон, или тебе не нужен разгон, или там, тебе нужен дополнительный раскол плюс стан, да, то есть, для урона. Или тебе нужен какой-то просто дополнительный стан и дебафы, да, чтобы выживать, например, Сукуба Света. То есть, ну, это точно был бы Верамос, это точно был бы какой-то Рес с Хиллом. То есть, если бы у меня не было нормального Реса, да, типа Ионы, типа Арха, да, то я бы шёл с Брайендом. Плюс Хиллер, да, какой-то, если у моего Хиллера нет Реса, это Часун. Если, как бы, у меня Хиллер с Ресом, то я могу что-то другое поставить себе, например, мяч воды, да, тот же, для раскола, для разгона, там, для всего. Или Хву какую-то, да, подконтроливать мобов, там, ну, или опять ту же Сукубу Света, например. Или, кого ещё можно из таких монстров, кого, кого показать, кого, кого можно было бы поюзать. Например, Арх Огня тоже хороший вариант за счёт иммуна. Ты мало урона получаешь, в принципе, неплохой вариант. Плюс он сам урон наносит. Можно идти с деф-бафом, да, то есть с деф-бафом мобы тоже отлично живут, помогают очень сильно выживать на волнах. Многие недооценивают такие герои, ну, такие типа Пикси, да, например, это самый простой вариант. Михаэль, это светлая параша. Сильфина или как это, не знаю. В общем, светлая параша. Кто ещё деф-баф вешает? Оливия деф-баф отличный вешает. Хороса я бы не стал брать, потому что КД очень долгий, как видите, сколько здесь. Четыре хода КД достаточно долго. То есть, кого ещё из ДД можно таких брать? Гомункул отличный ДД, потому что он воскрешается. Плюс у него свой раскол. Теомарс та же самая причина. У него пассивка не даёт ему умереть. И раскол. Возможно, я бы Горуду взял, чтобы дебафы снимать. То есть, ну, Верат, да, какой-нибудь, если у вас есть Верат, Верат отличный вариант. Такие вот какие-то комбинации монстров. Но обязательно, как по мне, это Веромос, потому что он танчит две последние волны. И на всём, на протяжении всего данжа он охуенен. Он станет, он снимает кучу дебафов, он снимает бомбы. Он танкует, он делает всё. И даже может быть лидером, если у вас нет нормального лидера. Можно взять ведро, да, но мне ведро не нравится в залах героев современных. Потому что они подняли спид мобов до 200. Да, допустим, на 10-й сложности у мобов 2 сотки спида примерно. Ну, плюс-минус. Я точно не знаю, но около того. И как бы ведро при таком количестве СПД... Ну, это не то. То есть, это раньше ты делал три хода, блядь, до того, как мобы пошевелились с ведром. А сейчас это уже не то, это хуйня. Так. Что ещё можно рассказать? Ну, и, короче, следующую видяху запишу, наверное, уже в RTA. С аккаунта этого чела. В принципе... Ну, я не знаю, покажу. Я покажу, наверное, да, его. Вообще, аккаунт очень классный. То есть, ну, непривычно на нём играть, потому что у тебя... У тебя просто... Просто 20-ка классных монстров. Вообще, просто безумных. И ты ни рун на них не знаешь. Ничего, ни их урон, ни их возможности, ни скорость. Ничего абсолютно. Так, сейчас я покажу, что здесь есть. Бастет из лютого. Камила, Верат. Пионер водяной. Ракан. Причём, Ракана 2, блядь. Лайка, Перна, Чиву. Чё ещё из такого прям? Сиары две штуки, кстати. А вторая Сиара в чём? Я вот вторую Сиару не трогал. Да, она мне не нравится. Дерьмо у него вторая Сиара. Плюшены неплохие. Ретиш есть. О, блядь, второй ретиш есть. Я не видел, что есть второй ретиш. Это что? А в чём прикол? Он просто хуже и всё. Второй ретиш. Блядь, тормози. Я чё... Я вторым ретишем у него РТА играл. Алё. Лол. Я не тем ретишем играл. Откуда я знал, что у него два, блядь, их? А я думаю, чё так мало 28 КХП и спит такой маленький. Вот говнище. Блядь, вот это наебало. Очень Тиана есть. Пират вообще классный, да? Ники. Ники я не юзал. Ники говно, потому что... Ну, аккаунт вообще нормальный. По Роман тут не всё шикарно. То есть тот же... Ну и как видите, я допустим не знал, что у него есть второй ретиш. Я вообще не тем ретишем арену играл. Думал... Я ещё думаю, что за фигня, что ретиш такой какой-то не очень. Это Лоло, это второй ретиш. Блядь, я даже не знал. В общем, постараюсь записать. Потому что я не всегда играю в удобное время для меня. А РТА на нём мне отыграть надо. У него сейчас нету крыльев, я потратил все крылья. То есть я бы записал сегодня, но крыльев уже нет. Мне надо было наскоряк отбивать для ресета крылья. Так что следующий видов, наверное, запишу РТА. Всем спасибо. Всем пока.